Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 1-8 финала чемпионата мира по снукеру. Между Дином Джуньху и Ронни О. Салливаном встречается 11-й и 6-й номер мирового рейтинга. В первом раунде Дин Джуньху с большим скрипом обыграл Марка Кинга. Нельзя сказать, чтобы Дин играл плохо, три сотенные серии говорят о хорошем функциональном состоянии китайца. Но Марк Кинг использовал по максимуму те шансы, которые предоставил ему соперник. Один ошибался достаточно много. В итоге дело дошло до решающего 19-го фрейма, в котором были качели, качнувшиеся в пользу Дина. Ронни снова удивил, но если на минувшем чемпионате мира ракета проиграл в первом раунде любителю, то на этот раз вынес в одну калитку одного из самых сильных игроков, прошедших квалификацию. Тыпчая, он ну явно не был готов к такому повороту событий в матче, и после первых фреймов, когда О. Салливан со старта начал феерить, как-то сник и в основном ограничивался подходами, чтобы разбить пирамиду в начале своего фрейма. В итоге 10-1, не меньшая сенсация, чем год назад, но со знаком плюс. А ведь год назад тыпчая мог запросто выбить в первом раунде Джада Трампа. Теперь без вариантов проиграл Ронни. Проводить здесь аналогии или нет, решайте сами. Соперники знают хорошо очень друг друга, и в жизни являются хорошими друзьями. В последний раз на чемпионате мира они встречались в 2017 году, тогда в четвертьфинале Ронни проиграл 10-13. Всего же в последних восьмиочных матчах Ронни выиграл 6 раз, но последняя игра осталась за Дином. Это декабрь минувшего года, четвертый раунд чемпионата Великобритании 6-4. Ронни показал, что сейчас он находится в сумасшедшей форме. Дина по-прежнему продолжает мучить нервный тик, который усиливается в напряженные моменты матча и явно ему мешает. В общем, китайцы являются достаточно удобным соперником для ракеты. Если и Дин и Ронни будут показывать тот же уровень игры, что и в первом раунде, Оз Салливан выиграет без особых проблем где-то в районе 13-10. Сейчас Ронни находится в хорошем настроении, и разгром тайца явно придал ему уверенности. Если в матче с Дином Оз Салливану снова удастся повести со старта и выиграть первую сессию, с разницей в 2 или более фрейма, Дину будет очень сложно догнать своего визави. Если уже у Ронни не заладится со старта, и Дин сумеет взять инициативу, то здесь все может быть. Оз Салливан очень не любит быть в роли догоняющего. Другое дело, что Дин сейчас находится далеко не в оптимальных кондициях, и на таком длинном отрезке, как матч из 25 фреймов, наверняка не избежит провала в игре, которыми воспользуется Ронни. Но как бы там ни было, большого разгрома в этом матче быть не должно. Оба игрока очень серийные, и проигравший должен взять 9-10 фреймов. Поэтому ставку на тотал больше 20,5 фреймов за 1,50 можно признать очень надежной на этот матч. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем здоровья и удачи!